Всем хей, дорогие друзья, с вами Лика Джей, продолжаем играть в игрушку кунг-фу панда и играть в игрушку. Нелегко будет записать эту серию в июльскую жару, но повезло, что день сегодня пасмурный. В общем, хотя наш воин и мечтал стать мастером кунг-фу, он понимал, что над этим предстоит еще поработать. Ну, то есть, он знал кое-какие приемы, но еще не стал, как вы понимаете, легендой кунг-фу. К несчастью, его папа видел сына скорее мастером лапши, и все же наш воин не сомневался, что однажды он станет легендой, подобной величайшим героям кунг-фу, неистовой пятерке. Которые, как оказалось, должны были сражаться на величайшем турнире по кунг-фу за высочайший титул воина-дракона. О, да! Наш воин знал, что ему необходимо увидеть пятерку в бою, и ничто не могло его остановить. Ну, или почти ничто. Начинается уровень под названием «Турнир воина-дракона». Звучит довольно улетно. О, нет, 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 стойте! Не закрывайте! Ворота. Так, без церемонно захлопывать двери, алло! Мы ждали появления легендарного воина-дракона. Он, типа, оратор. Тигрица, тигрица! Я твой самый большой поклонник! Кто-то настойчиво не хочет, чтобы мы смотрели турнир. Потому что захлопывают эти окошки прямо перед носом несчастного по. О, начнем с того, зачем вообще эти окошки там помещены, я не знаю. Ладно, смотрите, фигурка. Поздравляю! Найдена фигурка тигрицы! Супер! Тигрицу мы получили. Это один из самых любимых персонажей, фанатов этой вселенной. Мне надо их увидеть! Мне надо их увидеть! Ко, обязательно увидишь, я приведу тебя прямо к цели. О, мы опять варвары и разрушаем торговые палатки. Я не могу сейчас уйти! Я должен увидеть низ твою пятерку! Увидишь, спокойно. Для этого мы и проходим эту игру, чтобы помогать тебе во всех твоих начинаниях будущего воина-дракона. В ящиках ничего нет. Можно разбираться наверх, подпрыгнув и ухватившись за край. Нажми кнопку прыжок еще раз. Поп подтянется и залезет выше. Инструкция от мистера Пинга. Отличненько. Так, теперь мы залезли и можем осмотреться. Нефритовый дворец мы не можем увидеть пока что отсюда, поэтому будем прыгать. Прыгай на батуте, чтобы забираться на новые высоты! Я имела ввиду арену Нефритового дворца. Перелетаем через заборчик и попадаем в новую локацию. Здесь стоят какие-то интересные... Тележки? Теперь. Наверх мы идем. Как сложно. Разрушаем ящик. Или не стоило этого делать? Слушайте, как залазить вообще здесь? Как тут все работает? А. По, им нужна твоя помощь! Окей. Освободить... Никто не услышит тебя! ...кроликов от бандитов. Интересно, почему у нас вообще как бы призывают на помощь? Мы еще не ученики в Нефритовом дворце, и поэтому не знаем пока что ничего. Не должны, по крайней мере, знать. Слушай, вот, используй баллисту, ты сможешь расчистить себе дорогу. Поэтому... По может использовать баллисту для стрельбы по любым целям. Окей. Нажми кнопку действия, чтобы забраться на баллист. Надо запомнить. Типа мы еще не воин дракона и даже не ученик. Но все равно какой-то авторитет у По, видимо, имеется. Раз кролики так просят его помогать. Так, со второго раза получилось залезть наверх? Ну, у нас только монеты собрать тут, да? Видимо, да. Сейчас только стрелять из этой баллистры. Или как она называется? Баллисты. Так, сюда тоже не можем пока. Поэтому можно разбивать. Как у нас работает? Ага, вот. Целимся. Окей, чуть-чуть ниже. Еще ниже. Есть, отлично. Вот в тот мешочек. Есть. Теперь вот эти три мешка. Вон те. Дальние мешки. Здесь не очень удобно управлять, конечно. И в этих фонариках у нас деньги, наверное. Китайские фонарики. В них вообще попасть нелегко, я вам скажу. Видимо, эти тоже надо разрушить. Только как? У нас же вот одна только пулялка тут стоит. Мы должны найти еще одну, типа? Или мы из этой можем попасть? Давайте нефритовый дворец подожжем. Не надо нас обижать! Ага, я поняла, куда теперь надо. Свиток. Не теряй равновесие! Окей. Наши приемы кунг-фу работают против бандитов, но не работают против мешков. Снова целимся. Прямое попадание с 90-й попытки. На лесенку и на карниз. Отлично. Смотрите, это ракета там у нас валяется. Фейерверк. Фейерверк! Он может пригодиться. Собери хотя бы 10 из 16 фейерверков. Я знаю, зачем тебе эти фейерверки, По. Поздравляю! Найдена редкая монета. Отлично. Еще одна редкая монета. Ой, бандиты уже точат ножи на бедного невинного кролика. Мы ему, конечно же, поможем. Только первым делом деньги. Вот так. Все. Расшвыриваем всех людей, кабанов. Ух ты! Спасибо! Все. И кролик скрылся с глаз. Долой. Кстати, там у меня дождик пошел за окном. Точнее, ливень. Я не знаю, слышно ли вам. Надеюсь, что не сильно мешает. Мастер обезьяна! Невероятно достойный прыгун! Отлично. Мы верим тебе, Шифу. Но между делом уничтожаем. Так, теперь фонарики можно попытаться пострелять. Да, денежки вылетают. Отлично. Это довольно долгое дело с этими фонариками. Зато это стоит награды. Последний остался. Мимо. Мимо. Все. Можно слезать. И идти смотреть. Далее. Это просто звуки умирающего лебедя. Я думаю, что мы все в такой же физической форме, как и по. После этого карантина. Подождите-ка. Туда нам надо. Туда нам надо. Что-то не врубась. А, окей. Я опять забываю. Так, там молния у меня за окном. Но я пока не буду отвлекаться от игры. И выключать что-то. Ну, типа, знаете, да. Отключайте все свои устройства во время грозы. Не знаю, стоит ли прерывать процесс прохождения. Еще один фейерверк. Собираем. Две штучки есть. Пельмешки. Как же без пельмешек. И поверьте мне, друзья. Это только начало. Ну, хорошо, отлично. Мы пока что не видели ничего. Так, еще один кролик. Распеваем. Третий зайчик спасен. И здесь такая небольшая ниша с монетками. Так, и вы хотите меня обратно в яму столкнуть? Да нет, тут-то было. Хоть я еще не воин дракона, но пару приемчиков знаю. Опа-на. Видели? Мост развалился на наших глазах. А, погодите. Печерка. А, да. Просто потрясно. Что тебе? Нет. А, нет. А, нет. Ему повезло. Хоть что-то наш панда подсмотрел. Разбегись, а затем нажми кнопку действия. Панда-колобок. Открывается прием. Хотя, он у нас уже был открыт во сне. Ну, типа, во сне побыли открыты все приемы. Еще одно окошко закрыли. Типа, вы знаете, он там уже воин дракона. И все такое. Настоящий мастер. У нас сейчас, как бы, в реальной жизни только открываются. Тренировочная площадка неистовой пятерки. Готовьтесь к бою! Да, готовы мы уже давно. Вы нас не пускаете. А, да, ты направляешься на тренировочную площадку непобедимого? Будь на чеку. Хм, непобедимого. Кого же, интересно. Это еще одна ваза, которую можно бросить просто так. Я не знаю, слушали ли вы сейчас гром у меня за окном. Так что, если что, не пугайтесь. Опасная штука. Так, пробегаем, отлично. Кстати, развалился мост, вот там, на несколько шагов назад. И что-то мне подсказывает, что мы не открыли все секреты. Карабкаемся изо всех сил. Так, ну, нет, все-таки нам придется сначала. Пострелять эти мешки. Только потом идти. Применяем прием жонглирования. Я типа видела, ребят, там немного ранее монеты. Еще что-то там было, наверное. Мост рассыпался под ногами у пол. Поэтому я не знаю, что делать. Скорее всего, на этом уровне мы не соберем 100%. Не надо было сразу идти на этот мост. Ну, кто ж знал, что так получится. Любят игры нас троллить. Иногда очень жестко. В ворота мы можем попасть? Наверное, можем, но ничего не произойдет. Эх, если бы мы могли сразу попасть во дворец. Слушайте, Апо не так уж и плох, если... Смотрите, у него есть навыки снайпера. Он неплохо дерется, если брать по вниманию уличные бои. Ну, по крайней мере, бандитам он накострелять может. Поэтому... Смотрите, способный ученик у нас. Так что, Шифу, зря ты не хочешь брать панду к себе на обучение. Мы завоюем. Мы обязательно завоюем наше право. Законное право. Обучаться в нефритовом дворце. Не без помощи мастера Угвея, конечно. Окей. Так. Алло. Уф, снова залазить. Ну, давай же. Отлично. Так, сюда. Не падать, не падать. Тихо. На цыпочках. Можно как-то идти? Вроде можно было когда-то. Или у нас еще недоступен этот прием. Я не помню, если честно, как он активируется. Так, фейерверк. Давай же. Отлично. Десять штучек нам нужно еще. Кроликов обижают. Так не делается, ребят. Парень, ты свободен. Еще одни бандиты. Так, сейчас просто здесь происходит. Не знаю, что. А, нет, они откуда-то сверху сыпятся. Какие-то кабаны, десанты. Редкая монета там была наверху. Слушайте, а до нее нельзя допрыгнуть? Я вывалилась с другой стороны забора. Идем по уже пройденному пути. В принципе, я кое-как наловчилась. Подождите, был легкий путь. Вот сюда можно сразу. Что в свитке? Только как? Я как-то не поняла. Или можно обойтись, в принципе, без этого? Редкую монету как взять? Я не знаю, сюда что ли? Да, по-моему, да. А, вот, все. Залезли. Карниз. Вроде разобрались с этим. Ладно. Ну, давай, Жико. Что-то застрял. Ага, седьмая ракетка. Непонятные вазы. Найте вам ваш дворец. Который не пускает нас даже посмотреть. Ножи какие-то опускаются и норовят нас прихлопнуть. Ну что же, мы спускаемся тут? По-моему, да. Пасть драконов. Так, стой. Стой, стой, стой. Пятерка. Ё-моё. Окей. Думаю, мне понадобится 10 фейерверков, не меньше, чтобы поднять кресло в воздух. А еще нужно разобраться с кабанами. Мастер-тигрица против железного быка и его смертоносных лезвий. Вот это да. Вот это крутотень. Повезло же тем, кто попал на праздник. А мы здесь пока катаемся и пытаемся понять, что к чему. Неплохой прием, панда-колобок. Познакомься со стилем панды. Стиль панды. Самый потряснейший стиль в мире. Безумные лапы. Отлично, у меня достаточно ракет. Надо вернуться к креслу. Лапы ярости, лапки судьбы. Кстати, как вам сериал лапки судьбы? Пишите свое мнение в комментариях. И где-то валяется еще одна ракетка. А вот тут, наверное? Нет. По-моему, да, мы, скорее всего, на том этапе еще пропустили. Должно получиться. Но это ничего. Ребят, вы знали, что стиль тигрицы называется стиль стального когтя? Я нет. Используй уникальные приемы кунг-фу мастера тигрицы, чтобы победить непобедимого. Победить непобедимого. Да нам это расплюнуть. Так, кстати, прикольно тигрицу управлять. Но она у нас просто бегает по кругу, получается. Сверши двойной прыжок, чтобы атаковать мишень на груди у непобедимого. Первый этап победить непобедимого, это ударить его сюда. Я не попала, по-моему, да? Зато по нам чуть-чуть попали. Вот так подбираемся и ударяем. А, вот сейчас получилось. Ой, вот сейчас на реакцию будет. По клавишам ударять. Окей. Пять. Шесть. Пробел. Вот так. Принцип понятен. Реагировать нужно довольно ловко. Вот так. Давай. Есть. Получилось. Так, снова. Клавиши те же самые или будут меняться? Пять. Шесть. А, нет, меняются, по-моему. Есть. Крузит хвостом своим. Подбираемся ближе. Нельзя далеко убегать. Давай, открывай свою штуковину. Штуковину! Ты смотри, как он мажет топорами. Прыгай. Тигрица. Не получилось у нас в этот раз. Мы должны это сделать, ребят. Какое яркое солнце. Ну. Я готова атаковать. Отлично. В этот раз все вышло. Пять. Четыре. Три, два, один, да? А, нет, шесть. Облом. Пробел. И четыре. Я думала, последняя клавиша будет всегда пробел. Но нет, оказывается. Тигрица победила непобедимого. Где вы еще увидите такое? Кунг-фу! Я чувствую, что воин-дракон среди нас. Жители долины мира. Мастер Угвай выберет воина-дракона. Мастер Угвай, блин. Вы серьезно? Ладно, окей. Тут и Шифу, по-моему, будет. Мастер Шифу. Извините, я просто хотел посмотреть, кто стал воином-драконом. Мастер, вы показываете на меня? На него. На кого? На тебя. Вселенная привела к нам воина-дракона. Вот это поворот. Мне понравилось, как кролик единственный, кто за нас болел. Остальные просто в шоке. Ладно, ребят. Мы, в принципе, на 95% прошли уровень и получили звание легенды. Но у нас, в общем, начинается тут следующая глава. А в этот раз пора прощаться, ребят. Сегодня нам удалось попасть на турнир воина-дракона. Мы стали тем самым воином-дракона. Ребята, вы можете писать свое мнение о прохождении, о мультике в комментариях. Мне будет всегда интересно пообщаться с подписчиками на эту тему. Меня по-прежнему зовут Лика Джей. И до новых встреч в новых роликах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова